Патрульная полиция Одессы провела рейд по парковкам Приморского района возле социально значимых мест. Оказалось, что водителей, которые пренебрегают правами людей с ограниченными возможностями, достаточно много. Они просто паркуют свои автомобили на специально предусмотренных местах. Телеканал «Репортер» отправился на поиски автохамов. Сегодня мы акцентуем внимание на местах для паркования транспорта, для людей с инвалидностью или для автомобилей, которые их перевозят. Нагадаю, что на этих транспортных засобах должен быть расширен знак, который информует, что эта автофорта самим належит человеку с инвалидностью. Патрульные рассказывают, что постоянно ведут разъяснения среди водителей. Кто-то прислушивается, однако большинство игнорирует предупреждения. Когда беседы не помогают, приходится штрафовать. Денежное наказание сейчас сколеблется от 1020 до 1700 гривен. Сейчас мы вынесем вам постанову о праве правительственной порушения, но на будущее я прошу вас не оставить больше так автомобиль, потому что у нас очень много людей с ограниченными возможностями, которые потребуют больше данного места. Хорошо. Сейчас, пожалуйста, перепаркуйтесь, потом перейдите к паркованию. Скажите, пожалуйста, почему все-таки припарковались? На работу спешил, ну опаздывал. Это у вас первое такое? На места я тут обычно не ставлю, просто работаю рядом. Сюда я пытаюсь не доставить и прекрасно понимаю, что это как бы влияет на людей. Поэтому извините. Если водителя в машине нет, то ее эвакуируют на штрафплощадку. Соответственно, к уже указанному штрафу следует добавить услуги эвакуатора и хранение автомобиля. Водитель, который выясняет данный автомобиль, что он отсутствует на месте, связывается с линией 102, свидетельствует, что транспортный процесс был затриман, приходит до управления патрульной полиции в городе Одесса Корольево 5, отримает свой штраф, да, с штрафом идёт на майданчик специального зберегания, где данный транспортный процесс будет зберегаться, оплачивает послуг эвакуатора, да, зберегание. После чего отримает свой транспортный процесс назад. На улице Говорова владельца автомобиля найти не смогли. Поэтому любителю парковаться в неположенных местах придётся ехать домой на общественном транспорте. Его машину забирают на штрафплощадку. Он заплатит, заплатит, королёв опять требует постанова, поедет на майданчик. Что, её сейчас нельзя показать права получить постанову и проедет, и всё, там сразу. Ну, будет оплачено. Это незаконно, взгляд. Ну, как незаконно, хотя бы человек проедет, но вместе с ним всё сделает сразу. Ему потребно вернуться, ухраняя патрульной полиции в городе Одесса Корольево 5, отримает свой штраф, да, у забраться сразу назад. 73-летняя женщина, которая приехала в магазин на Среднефонтанской, отделалась с предупреждением. Пенсионерка была в шаге от того, чтобы отправиться домой пешком. Просто мне не выслал уже его брать, это удостоверение. Я хромаю на одну ногу, и поэтому здесь почти всегда ставлю. Вы снимаете, снимаете. Ну, это вообще просто ни в какие эти ворота не лезет. За отсутствие мест для инвалидов на парковках также полагается штраф. Владельцы торговых центров обязаны обеспечить количество спецмест, предусмотренных законом. Их должно быть не менее 10% от общего количества. Полицейские обнаружили такое нарушение возле торгового центра на Среднефонтанской. Если мы разделим 400 мест загалом на 10, то у нас 40 должен быть парковальных мест для людей с инвалидностью. Проте, властники данного ТРЦ не выполняют вимоги законодавства. Мы нараховали лише 7 мест для людей с инвалидностью для паркования. То есть это не административным правопорушением. Мы пытались через службу охраны связаться с администрацией, чтобы они прокомментировали эту ситуацию, ответили на наши вопросы. Проте, они ответили, что сейчас у них обидная перерва. Они не могут дать любые комментарии, и выйти никто из администрации не может. Телеканал «Репортер» призывает автомобилистов быть человечными к законным потребностям других людей. Места для парковки водителей с инвалидностью требуют большей площади. Ведь зачастую за рулем таких транспортных средств ездят водители-колясочники. Ширина парковочного места должна позволять не только выйти водителю и пассажирам из авто, но и выгрузить инвалидную коляску, чтобы она без труда поместилась между двумя автомобилями. Василий Базовлук, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».